Бойцу в черно-красных шортах 25 лет, рост 185 сантиметров, он мастер спорта, победитель Кубка Мира по боевому самбу Магомед Мальцагов. Бойцу в черно-желтых шортах 22 года, рост 194 сантиметра, он мастер спорта, победитель всероссийского турнира по боксу памяти Кобзона, победитель всероссийских турниров по кикбоксингу Алексей Драго-Голуб. И больших парней судит большой рефери, большой Фил. Оба участника этого боя уже, уже мы их видели в рейдж-арене, оба имеют по одной победе. Черные шорты с красными вставками, Магомед Мальцагов, боевое самбу, его оппонент Алексей Драго-Голуб, бокс и кикбоксинг, очень атлетичный спортсмен, настоящий Голиаф, если так можно сказать. Я бы даже сказал, Геракул. Да, я думаю, то, что его руки заряжены космической силой, посмотрим, как сейчас Мальцагов сможет ли перебороть эту силу. И самое главное, базовая дисциплина Драго-это бокс, то есть я биомеханика, решение, удары. Удары, все, все сейчас на стороне Драго-это действует побыстрее, если честно, мне кажется. Вытягивает он из себя голуб. А вот эти техники, к которым голуб, наверное, не очень привык. Бэкфисты, их нет в классическом боксе. Сейчас нужно Драго включаться, потому что очень опущенно он держит руки. Я прошу вас не забывать, что это парни с космическим весом. Но размены, конечно, у них достаточно серьезные. Пытается сейчас, щупает что-то Мальцагов, чтобы закрутить очередной бэкфист. Но это очень опасно, потому как Драго не отсиживается в обороне. Он ждет, он ждет свои шансы, он ждет, чтобы выстрелить. Очень опасно, что у него спущены руки. Я прям это пугаю. С одной стороны, да, с другой стороны, может быть хитрая замануха. Это может быть такое выманивание, приглашение. Кстати, у базовых боксеров вот эта передняя рука, она не просто опущена, она заряжена под боковой удар, потому что его не видно. Слева сбоку, да. Да, левый такой колеский стакан. На прижок, при поединке! На прижок, 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 прижок. На прижок, прижок, прижок. Второй раунд! Тайм, файп! Давай! Ой-ой-ой-ой! Вот это то, о чем я говорил, на сайд-степень, незаметно опущенной левой рукой Драго точно достает. Я вам хочу сказать, что в рейдже дивизион тяжей, на них можно дом построить, мне кажется. Небоскреб, если их поставить снизу. Очень сильные парни, все духовиты, никто бои не отдает. Прям Мальсагов, походу, сейчас почувствовал удар. Попятился назад, хотя всегда шел вперед. Крутить, крутить советует сейчас в углу Мальсагову. Мальсагову остается только идти вперед, потому что он, если честно, не знает, что ему делать. Он не знает, как подойти. И смотри, как Драго фехтует передней рукой, подключает сильнейшую. Ой-ой-ой-ой-ой! Начинается расстрел, расстрел левой рукой. Просто, просто, филигранная работа. Все, мне кажется, ух, это да! Десять, шесть, семь, восемь, девять, десять, браво! Субтитры делал DimaTorzok В этом бою победу нокаутом одержал Драго Алексей Голуф! Мага, ты уже, по-моему, второй раз принимаешь вызов, когда спортсмен... Когда мы теряем соперника бойцу, тебе респект и уважуха. И если ты восстановишься, ты помнишь твой разговор с матчмейкером, да? И мы сдержим свое слово. Мы дадим тебе следующий бой, потому что ты помогаешь нашей организации. И выходишь, несмотря ни на что, даже не в своем весе. Я еще раз хочу пожать тебе руку. Добрый вечер всем! Ассаламу алейкум всем землякам! Я хочу приносить свои извинения перед своим близким и родным, который не смог оправдать их надежды. Но в любом случае, я вышел и подрался. Без разницы, с кем и когда. Если без травмы, могу в любое время выскочить. Как бы, ну, сегодня не мой день, как бы. Это тяжелый вес. Я больше чем уверен, что и он мог оказаться так же на конвасе. Засади ты ему свой удар. Ну, это тяжелый вес. Любой удар может решить исход боя, как бы. Ну, как говорится, сегодня не мой день. Ну, ничего, иншаллах. В следующий раз выиграю. Спасибо. Давай, давай, давай. Дайте аплодисментов! АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь он, Дрэгон! Я поздравляю тебя, Лех! Сначала было тяжело, а потом ты поймал свою манеру. И именно, наверное, секундант подсказал тебе это, что не нужно рубиться, а нужно использовать свой боксерский арсенал. Что ты сделал? На самом деле, пристрелялся в первом раунде. Двух минут это хватило. И потом, да, секунданты мне сказали, что нужно работать так, как на тренировках, хлестка и на отходе бить. Так и сделали. Кого, может быть, ты видишь следующим соперником? У тебя две победы уже. Кого поставить? Кого поставить, я с ним выйду. Ну, все, мы будем думать, смотреть. И я думаю, что твой следующий бой уже не за горами, потому что брейдж тяжей достаточно. И я хочу уже совсем скоро разыграть пояс и посмотреть, кто из вас достоин. Отлично, я готов на пояс. Хочу еще момент сказать спасибо моим болельщикам. Спасибо огромное. Вы меня реально вдохновляли. Все, всех люблю, обнял. Также передаю привет. Хочу сказать тоже спасибо отцу своему, который сейчас смотрит. Матушке, тренеру Шамеру Руслановичу тоже. Перед боем мне дал напутствие слова. Ну и, конечно, моим тренером, секундантом, которые как раз в этом промежутке времени перед боем помогали мне подготовиться, хорошо натаскали функционал и так далее. Все, всем спасибо. Все, и забыл еще про уголовный розыск Балашова. Тоже привет передаю.